Региональный чемпионат молодых профессионалов по международным стандартам WorldSkills Проект по созданию новой модели медицинской организации На Смоленской АЭС в работе первой и второй энергоблоки. Общая мощность составляет 2097 МВт. Замечаний к работе оборудования нет. Энергоблок номер 3 с 10 февраля находится в плановом текущем ремонте. За 9 дней марта энергоблоками Смоленской АЭС выработано 403 миллиона киловатт-часов. Сверхплана 16 миллионов. С начала года выработка составила более 4,2 миллиардов киловатт-часов, что превышает плановое задание на 169 миллионов. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. Десногорские студенты и школьники стали победителями регионального чемпионата «Молодые профессионалы» по международным стандартам WorldSkills, который проходил на площадке энергетического колледжа. За звание лучших боролись 20 учащихся средних профессиональных образовательных учреждений и юниоров из Десногорска, Сафонова и Верхнеднепровского. Чемпионат «Молодые профессионалы» – самые масштабные в Смоленской области соревнования профессионального мастерства среди студентов и школьников. Его цель – популяризация рабочих специальностей, профессиональная ориентация молодежи, внедрение в сферу профобразования лучших практик и международных стандартов. В этом году в Десногорском энергетическом колледже в четвертый раз собралась талантливая и умелая молодежь, которая соревновалась в компетенциях «Лабораторный химический анализ» и «Электромонтаж». Как отметили участники чемпионата и эксперты, задания с каждым годом усложняются. Поэтому выполнить их правильно – это нелегкая задача. Требуются не только профессиональные знания, а и умение оперативно принимать решения, навыки работы с компьютерными программами, соблюдение требований безопасности и охраны труда. Идёт статистическая обработка данных, они строят различные графики и интегрированные кривые, и дифференциальные кривые строят. По словам эксперта по компетенции «Электромонтаж» Михаила Крючкова, выполнение задачи в этой компетенции повышает средний уровень. Необходимы такие навыки, как программирование, работа с современным инструментом и оборудованием. Ребята получают такую базу, которая по компетенции позволит им в дальнейшем и совершенствовать своё мастерство, и показывать свою компетенцию дальше, то есть учиться дальше, потому что здесь это у нас сейчас только школьники, затем они будут осваивать это образование, и получают интерес к работе, который они уже начинают выполнять осмысленно и очень даже качественно. Молодые профессионалы Десногорска показали отличные результаты. В компетенции «Лабораторный химический анализ» золотым призёром стал студент ДЭК Фёдор Елькин. Среди юниоров уверенную победу одержала ученица школы номер один Мария Агеенкова. В компетенции «Электромонтаж юниоры», где соревновались учащиеся восьмых-девятых классов школ нашего города, лучший результат продемонстрировала команда школы номер четыре – Денис Николенко и Виталий Бушуев. Впереди победителей ждут отборочные соревнования, а затем участие в национальном чемпионате по профессиональному мастерству WorldSkills. Этот чемпионат показывает, что ученик не просто умеет, а то, что он уже и знает, и умеет применить это на практике. А самое главное, что здесь есть ребята, которые уже второй год участвуют в этом конкурсе, и есть ребята, которые приняли решение, что после девятого класса будут поступать в наш Десногорский энергетический колледж. Наша школа и Десногорский энергетический колледж тесно связаны. И потому я, будучи в седьмом классе, мы ходили сюда на уроки технологии, а в восьмом классе мы проходили здесь профессиональные пробы по профессии электромонтер. И вот сейчас, в девятом классе, я принимаю участие в чемпионате молодой профессионал по направлению электромонтер, юниоры. В будущем собираюсь сюда поступать. В ответ на запрос жителей города спутника Смоленской АЭС Десногорска о повышении качества и доступности медпомощи в МЦЧ-135, Росатом и ФМБА России реализуют совместный пилотный проект по созданию новой модели медицинской организации. Он стартовал во второй половине 2021 года. Задачу по перезагрузке процессов в медсанчасти помогают решать эксперты бережливых технологий АО «ПСР» и Смоленской АЭС. Как они отмечают, положительные изменения в здравоохранении города ясногорцы смогут ощутить уже к концу этого года. В первых числах марта представители коордиационного центра Росатома и ФМБА России, курирующие проект, провели мониторинг его реализации. Новая модель медицинской организации базируется на приоритете интересов пациента и внедрении в рабочие процессы бережливых технологий. Ее ключевые принципы – непрерывность медицинского обслуживания без задержек и очередей, равномерное распределение загрузки персонала, рациональное информационное сопровождение и логистика пациентов, оптимальная планировка помещений. Все это будет способствовать повышению качества медицинской помощи и росту удовлетворенности пациентов. Как отметил руководитель коордиационного центра ФМБА России, руководитель проекта АО «ПСР» Павел Яцина, бережливые технологии в поликлиниках городов присутствия атомной отрасли внедряются начиная с 2017 года. «Были определены достаточно типовые общие подходы, организация работы регистратур, входные группы, разделение потоков, организация медицинских осмотров, забор крови и так далее. Часть из этих процессов, в том числе и в Десногорске, уже была оптимизирована. Мы сейчас переходим на следующий уровень, на новый уровень, когда говорим о том, что те улучшения, которые были сделаны несколько лет назад, нужно продолжать. Идеальная картинка, когда пациент удовлетворен качеством и доступностью медицинской помощи. Это такой интегрированный показатель, а влияет на него много. Как быстро пациент может записаться на прием, должен ли он стоять в очереди, чтобы попасть на прием, когда он уже записан, удобно ли ему в поликлинику зайти, разместиться, раздеться и так далее. То есть вот все эти вещи комплексно влияют на интегрированный показатель повышения удовлетворенности». В рамках создания новой модели в МСЧ-135 открыты семь ПСР-проектов. Они направлены на цифровую трансформацию медучреждения, уход от бумажного документа оборота, повышение доступности удалённой записи и сокращение времени дозвона до регистратуры, оптимизацию прохождения медицинских осмотров, процесса подготовки выписки из амбулаторной карты, создание комфортных зон пребывания пациентов в поликлиниках и женской консультации, организацию всех рабочих мест по системе 5С. «Произведено картирование процессов, основных процессов, с которыми сталкиваются пациенты, обращающиеся в поликлиники. В рамках этих процессов выявлены определённые проблемы, которые нужно решить с помощью наших ПСР-подходов, подходов бережливого производства. Но кроме того, планируется и определённая материальная составляющая. Где-то нужно произвести ремонт, где-то докупить оборудование и так далее. На сегодняшний день составлены планы мероприятий, дорожные карты и в ближайшее время мы ожидаем, что принятое решение о выделении соответствующего финансирования будет реализовано». На этом наш выпуск завершён. Вы смотрели новости Смоленской АЭС. С важными событиями из жизни станции вы можете ознакомиться в разделе САЭС на сайте росэнергоатом.ру, а также в официальной группе Смоленской АЭС в социальных сетях – ВКонтакте, Одноклассниках в Фейсбуке и Инстаграм. А я с вами прощаюсь, увидимся через неделю, хороших вам новостей, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова